Я вернусь к Павлову, а у нас окончательно, наверное, это темно-то. Да, потому что я смотрю, у меня здесь оно одно, а тут другое. Это ума, что ли? Да. Собственно говоря, выгоду на этой теме, где будет откроя, потому что я нахожусь как в состоянии... Я считаю, что я его делаю третий раз. На самом деле, я делаю его, наверное, первый раз, вот как таковую, потому что... То, чтобы дети не страшны. Вот так, и так. Или, может быть, я не буду в этом говорить, как слышно. Просто так, вот что началось. Меня пригласили, и уже я даже не помню, когда и почему, наверное, два года назад тоже был на конференцию по истории, о псевдоисториях, историческом мире и всякое такое. И я рассказывала, в общем, не столько о призвании и санкциях Британии, связанных с ними разными историями, сколько о некоторых других моментах, которые связаны с псевдоисторическими мирами. И, в частности, там я опиралась на совершенно неисторические вещи. Жалко, вот мне здесь, Сергей Юрьевич, я рассказывала про рассказы про встречи со снежным человеком, которые имеют определенные некоторые детальки такие, и когда эти детальки повторяются, то мы сразу понимаем, что это даже, ну, есть люди, которые резко относятся к этому настроению, что это не просто очередной безумец, который там в шуме на дверь слышит, в шаге смертного человека, а это идет речь о подтвердых, пройдячих моментах, которые действительно в своих именно деталях себя приедут. И то же самое можно сказать о призванческих или миграционных преданиях, где говорится о братьях, еще иногда о братьях-сестре, о чем я обращу, потом и потом, и о том, как это происходит. Когда я, стараюсь вас развлечь, что-то не спать, когда я тогда рассказывала, я опиралась, то есть не опиралась, а в качестве наоборот, такой параллельный уже совершенно момент, приводила данные из Геральда Камрейского, историка из Уэльса 12 века, примерно 80-е годы, он в конце 70-х, он посещал начале 80-х Ирландию, и там очень много видел, и затем в 80-80-м году написал два памфрида, как он написал, один побольше, фотография Ирландии, и обычайно интересная, первая часть скучная, просто крутить, и фотографию, затем очень интересная часть легенды, которая связана с Ирландией, и третья, о том, почему они такие-то синие, и изображала Ирландцев как крайне бездравственные люди, которых нужно только забоевать. И в следующем, буквально через год вышел трактат «Респугнация» и там рассказывается о том, что вот как это все происходило, он очень упомянулся в последнем, просто такой шестой технике. Ну, что интересно, я писала про Геральда Камбрийского в предыдущей, эта статья уже запоздана и куда-то вышла, о том, что как и Ведукин Камбрийский, который писал о том, что признаны были саксы, как и Нестор, который говорил о признании, также так, как и Геральда, который с возмущением гораздо больше, чем Петта, пишет о признании саксов, но все-таки все же признает, что они были саксов. И вот на фоне всего этого фраза, здесь у меня нарочно воды не дала для фидеров, если кто, а так это все по-русски, но он пишет, поскольку же народы гибельные, как мы уже говорили, присущего рожденная ревность, а также не хотели они заниматься морской торговлей, с общего согласия всего королевства решили они, что было бы полезным допустить в некоторые области своей страны, чтобы иной народ, который имеет в этом опыт, поселился там. Так, кстати, я сейчас могу сделать вот так, нет, нет, не так, вот так. Теперь, это, вы понимаете, плывут. У меня, я не докладчика, а я не веду занятия, но мне все-таки интересно, кто представит себе, откуда эта иллюстрация. Кто-нибудь, сможет, у кого-то какие есть идеи. Она напоминает наше русское, что, в принципе, я вот такое. Конечно, это не русское, это не иллюстрация сказки Кошкина. А что это такое? Какой это регион, какая национальность? Германской, вы говорите, Маша, а вы не говорите, вы знаете? А вот, ну, если вы знаете, тогда нечестно, тогда скажите, хорошо? Ну, насколько я понимаю, это же как раз нормально. Нет, не совсем, это Британия. Это Британия, и это из жития бретонского святого, то есть территория Франции современной. И что мы имеем? Мы имеем, как бы, вот образ радиочип, который все время повторяется. Когда мы говорили, то есть я цитировала вот этот эпизод, и затем более подробно, где Геральд Камрильский пишет о трех братьях, что действительно приглашены были из-за недостачи три брата, Олаф, Ситрик и Ивр, и дальше говорится, что они возвели вот эти вот города, то это воспринималось мною самой и аудиторией как несовершенно беспардонно использование очень 12 лет того же самого миграционного предания, которое наши отечественные исследователи Петрухин, Стефанович, Мельникова очень много анализировали и писали. И о том, что действительно возникают очень близкие какие-то параллели. Например, Медукет Коалейский пишет, что обширную бескрайнюю свою страну, изобивающую ее разными главными лифтами, готовы вручить вашей любвистики, если я даже не децитирую параллели. И это воспринималось как реализация бродячего мотива. И действительно, потом я подумала, действительно, многие городовые города, которые здесь названы, в частности, были действительно, ну не совсем основаны, так сказать, и на войне, но, по крайней мере, форт построен вот именно имя. И учить плавать варфарусом, и ловить ерунду сетью, и на маниколе, действительно, научились на динаме. И не может ли быть за тем, что мы воспринимаем как полная ерунда, и даем традиции, что-то стоять. Я просто стала искать тогда в Хрунбе, в Тиби. Конечно, есть знаменитый корон Хрубина, коронов Хвара, о системе, которого по имени Глюви пишет Снурри в саде Аполофисов и Тиби. Но, коронов Сепус, Хвар, он провел в Дублине до 980 года. А, скорее, здесь описываются немножко более ранние события, потому что, то есть, на 100 кабаналов четырех мастеров упоминается. Я нашла Олаф, сын Короля Локлана, так примерно называются, либо Норвегия, либо Север, на Шатанте, где были базы в Стандинавске. Известный он под ростом источников, в Стандинавске я не нашла. В 801 году он стал править в Дублине, в Тиби. И в аналог четырех мастеров, они пишут, Олаф, сын Короля Локлана, прибыл в Ирландию, так что подчинились ему племена... А, это вот эти зоны, которые показаны, которые упомянули, действительно они скандинавские. Подчинились ему сыновья Гайдёв. То есть, что в данном случае имеется в виду? Чужеземцы Ирландии, это Гау, так называемые назывались, и это были скандинавы, которые уже к тому времени имели какие-то немножко неорганизованные мини-колонии. Ну а Гайдёвы, это Гайдёвы. Таким образом, Олаф, в общем, выступал в рот, как имени Конуга. Что касается братьев, то в других аналогах, фургментарных аналогах, которые гораздо более поздние, в общем, с одной стороны, но с другой стороны, очень обширно и красиво все это описывают. Тут написано, что, и так было в том году, который был шестым годом проведения Майли Сэдмола, прибыл Олаф Конунг, сын Короля Лохлана, в Ирландии, и подчинил себе многие племена и издал указы именем своего отца. Но вскоре он был внезапно, он уже приписывается. И тогда прибыл Ивар, его младший брат, и наложил на них тоже даты. То есть другой прибывающий из Лохлана предводитель в корабле викингов уже воспринимается, ну, я не знаю, где правда, был он и не был его братом, но описывается как украин. Более того, в книжке Маргарет Валет, большой вот про отношение к скандинаву в Ирландии и их описание, написано, конечно, что я нашла с потрясением, что Олаф, Ивар и брата Койсли являлись братьями и сыновьями равного кожного штана. Что меня совершенно удивило, но и это тоже ее удивляет, потому что Иральдом тоже, наверное, штаны, как я понимаю, был издалов, а в Ирландии в основном были викинги из Нарвегии. Но, что здесь интересно, что то, что Иральд Кабрейский, с нашей точки зрения, с начала, когда мы писали, было просто данью традиции, за которой ничего не должно было стоять, затем, на самом деле, оказывается, хотя бы в местной традиции тоже имеет какое-то отбор. Откуда это все это могло быть? Я считаю, отчасти, но только отчасти, хотя я не думаю, что это один источник, мотивы трех братьев, мог являться Верхий Завет, потому что три синоноя, заселившие свою потомство, всю землю. И эта идея мне была подсказана текстом повести временных лет, который начинается с рований. По потопе трое сыновей и ноя разделили землю. Но нарративная модель здесь, конечно, гораздо сложнее. И еще идет речь, как я буду говорить, не только о трех братьев, которые разделили между собой землю, а о переселении откуда-то и о появлении сестры. И здесь, вот то же самое, как в Файберг Медарина и Аннара, говорится о том, что Аоцен Мела, это один из довольно известных арганских королей, имел Олова, вот, Конуга, в чьем качестве взятели, как пишут они, в скобках сами. Ну, потому что, да, дочь Аода была у Олова, и дальше пошли они по его порту. Но то же самое мы находим уже позднее в русской традиции, как считает Мирникова, это все было, конечно, потом придумано, и отчасти даже Татищевым, в том, что Лерико женился на местной книжней Ефанте, дочери Костомольского, которому перед этим приснился сон, что из нее выросло дерево, но о чем-то поговорить, и с Норой тоже имеет такие параллельные, на самом деле, конечно, это правдячий мотив, а в этом писал и Топоров, именительно уже к Инолите, то есть женить на дочери местного правителя. То есть, если мы сравниваем Геральда Камлийского и Гумерева, то мы имеем вот здесь вот сравнение, что текст из состава 12 веке, он имеет какого-то автора, предположительно, повествует о событиях середины 9 века, повествует о призвании, затем в страну прибывают три брата, да, и для этого нужна какая-то недостача, как я бы сказала, пользуясь терминологией Кропа. Вот в случае с Геральдом, это отсутствие возможности морской торговли и рыболовства, а в случае нашего, это отсутствие порядка, и затем три братья занимаются стратегически важными локусами, и затем уже позднее к этому прибавляется традиция о том, что старший брат или какой-то из братьев женится на сестере. Теперь, в эту тему, как говорят, вот про ремонт, что его нить окончить, а можно только и прекратить. Вот то же самое, и миграционные легенды, и вселенческие сказания, тема братьев, тема жен, и как все это связано, это такая тема, в которой ты именно погружаешься, и действительно начинаешь просто все накручивать и накручивать. Если хотел сходить с ума, можно действительно сходить с ума. Значит, вышла работа Алексеева, очень интересная. Ой, нет, извините, пожалуйста. Как Геральт Камбрийский описывает примытие сыновей Миля? Естественно, в книге «Захваты в Ирландии» говорится об огромном количестве братьев, но это не маркированные братьев, они все являются друг другу родственниками. Здесь написано. Теперь дальше королевство делится на несколько, на две части, из них вот семь сыновей Миля и так далее. И затем, как уже добавляет Геральт Камбрийский, вот здесь крупная у меня написана, он отсекает вот это огромное количество братьев и двоюродных братьев и всех каких-то братьев, а оставляет двоих, кроме того, то, что уже в ирландской традиции не было, да там и действительно выделились два лидера, но они разделили Ирландию между собой. А Геральт Камбрийский видимо, которому возможно, мы это высасываем из пальцев, что ему нужна была идея общей власти, такой единобластия в Ирландии, которого не было. И он говорит, я здесь не сочетаю, потому что написано, о вражде между двумя братьями, в ходе которых один убивает другого. Теперь Алексею, видимо, не решило пропустить, потому что и так мало времени, и то есть это большая относительная работа, вышедшая в недавно открытом журнале онлайн, на Новигарде, о том, что вот эти так аналогичные сюжеты существовали и на вокале. Если будет возможность публикации, я это, конечно, цитирую, там необычайно яркие параллели. Теперь, кто это изображен? И это рукопись, эксплуатация Ебернии, которая была одна из, примерно уже в 90-е годы, она была сделана в Англии, существуют необычайно красивые иллюстрации к ней, и в частности, это одна из самых страшных фигур в Ирландской традиции, и это Диармайт, который призвал из-за местных каких-то, вы меня смотрите, что, я смотрю на вас, интересно. что он действительно из-за того, что ввиду местных распри, которые я могу не пересказывать, но Иральд и Иральд и Иральд пересказывает так, правда, действительно обратно. То есть мы говорим, если вывали призвание варенов, а мы не знаем, когда вывали призвание сенсов, но мы можем там предпаратовать. А здесь, вот смотрите, от того, что Иральд Камбрийский, и сансонские хроники, и Ваквитания тоже было это отмечено. Почему в Ваквитанию? Потому что он ездил за Генрихом Вторым, в Ваквитанию, где тот был в поломочнике, даже туда его достал, вот там, чтобы просить его дать войска для того, чтобы подавить верховного короля, который звнал его из короля Лейнсера. И Диармайт призвал реально англичан в Ирландию. С этого начинается, с 1169 года начинаются ужасные события, которые, наверное, я думаю, имели бы место, как тем имели бы предлогом, все равно. Но в данном случае, действительно, наверное, все-таки призвание это было. Теперь, что получается с точки зрения мифологизации деталей, мифологизации, вернее, не деталей, от сюжета. В 1169 году главной фигурой, которую выслал в мае, был Ричард Пенбрук, по прозвищу Стронгболу, Крепкий Булк. И, строго говоря, он никем, братом не прекратился. У него были, при этом, все они были дальнодороженниками, и там были братья, самого Геральда, которые, но это были не его не родные братья, это были его двойгородные братья, братья по браку, усыновленные там дети, какие-то дяди детей, то есть, переселялся, на название, здесь он к нему относится, Геральд, с большим сочувствием, естественно, в отличие от Энназга-Премьера. И он пишет, мягко, что в силу юности своих лет, он 16-летний, по диагнозу, стал королем, и по неопытности правления стал подавлять местную знать. В свои земли по отношению к другим королям приставал как тяжелый и невереносимый тиран. Что касается того, что он убил жену у другого короля, то это тоже история довольно странная, и, скорее всего, как уже потом. Но было доказано, это, скорее всего, не было. Теперь, в описании Геральда появляется огромное количество братьев. У меня есть в электронном виде новый лист и оригинал, конечно, и есть в электронном виде новый перевод, сделанная небольшая книжка, и там вот на 36 братьев, упомянута по английскому запросу, на книгу маленькую из 15 лет. В этой книге из нее же я беру схему, и вот здесь мы видим Геральда Камрейского, и видим его как бы тоже некоторых братьев. И он пишет, если мы все-таки можем допустить правду о том, что на самом деле было очень много родственников. Вот всего лишь скажу, я так осторожно. Теперь, что... Ой, нет. Что мы имеем, о чем я этот доклад отчасти я делала, но ссылаясь на еще интересные прецедентные фракторные детали, которые я сейчас опустила, этот доклад я делала на конференции «Германский мир» в студии словенновидения. И Федор Борисович «Германский» не был продавал, потому что он не понял одну деталь, о которой я сейчас хочу сказать. То есть, мы еще раз возвращаемся все. Геральд Камрейский, лежит в конце 12-го века, и приходившимся даже дальним родственникам, тем, кто высаживался в Ирландии и заселял ее, как все-таки мы можем предположить, варясь в этом соку, не имеет возможности взглянуть со стороны. И поэтому модель он со стороны уже не видит и не замечает. Мы делаем шаг еще один. И мы перемещаемся вот это наше Морис, может быть, интересная новость, можно практиковать. 17-й век, и смотрим, как это все уже было описано у знаменитого истории Джеффри Кеттинга, его книги «Основы знаний об Ирландии». То есть мы остаемся в Ирландии, но сдвигаемся на пиццерпли. И в общем, там действительно число братьев, как Геральт Камрейский уменьшил число братьев книги «Заклады в Ирландии» и сделал их, в общем, всего лишь двух, там Кеттинг тоже сильно уменьшает количество братьев и говорит о том, что там было три брата, но он не называет это три брата, он называет это то, что Геральт был один, то есть Стронг Гоу был один брат, он ехал, потом другой, и в общем более или менее представляет собой как-то, ну, держится за то, что мы условно принимаем реальностью, если считаем реальностью, тенденциозный труд Геральта. И что касается Диармайда Макмонхада, дочь, которого действительно Айфе вышла замуж за Стронг Гоу, то он пишет о том, что, отрицательно относясь к Диармайду, что он дочь свою навязывал всем, кому и в конце концов Стронг Гоу на ней женился. Почему он хотел это сделать, я понимаю, потому что тем самым закреплялись естественно контакты государственные. И пишет более того, и Гитинг это понимает, что в данном случае вот этот брак имел очень важное эмоциональное значение как зарождение какой-то новой династии, которая должна будет потом править. И поэтому Гитинг заключительно пишет по отношению Диармайда, что хоть она родила ему пятерых сыновей и пятерых дочерей, истинных наследников, которые могли бы стать родителями страны, не оставила, сыновья умерли в детстве один за другим. Дочери живы, жили за луж англичан и день самого проживы были издения и наследования в истории. А тема трех братьевых пятерых нет. Теперь проходит много лет и мы перемещаемся вот 1906 год. 1906 год. Это некая книга 2006, потому что она была переведена в Искаре Урс в 2006 году в Скорбитию. Это был очень интересный человек, он был из Киева, Афанасьев, и Григорий Афанасьев истории. И когда он писал про Ирландию, про то, как страшно в Ирландии, в основном экономически он больше на них. И поэтому у него очень красиво первые исторические разделы, то он имел ввиду конечно по Ирландию Украину, а по англичанин русскому. И затем он уехал в свое время вскоре, не очень вскоре, через 12 лет, и кончил свои дни в Белграде, будучи профессором русского и там шоу. Теперь он пишет про экономику очень подробно, он как бы экономический историк, но желая изложить вот эту историю и хронологию событий он уже максимально отходит и у него реализуется все в порядке. Что мы имеем? Мы имеем призвание, мы имеем обратиться к союзникам, мы имеем трех братьев, мы имеем трех братьев, которые еще распределились по трех значим точкам и мы имеем реализацию власти в качестве через брак по отношению брак с дочерью местного правителя. Значит, призвание три брата женит на старшего брата на дочери местного правителя. Теперь, что в данном случае получается, что правда нет, собственно говоря, и что просто, чем дальше мы это двигаемся, тем мы не имеем возможности видеть детали, а мы видим некий каркас, если это можно так все представить, и каркас поразительным образом каждый раз оказывается, собственно говоря, тем же. Теперь могу ли я еще сказать? Да, я могу сказать и хотела бы сказать совершенно еще любую вещь, которая у меня честно, я вам скажу, пришла в голову этой ночью. Совершенно неожиданный поворот, я надеюсь в Петербурге вот там тоже. Вот. Об этом по дилегентимизации власти и посредством брака. Мы имеем рассказ, который я очень много написала несколько статей про легенда о Дустане и неожиданным образом все сперлось. Мы имеем рассказ об узнании Сергея Устаха о том, что они припили друг друга, она должна была стать женой короля Конкобора и они бежали в этот момент бегства в Шакландию. И мы опираемся на здесь все пишут это нам конечно изучено на необучаемые похожести связи с регида о Тристане неизвести. Потом она возвращается и все очень плохо кончается. Но на самом деле Тристан неизвест далеке король Марка гораздо более другое. И рассказ о Диармаде неизвест 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 но я обратила внимание на небольшой эпизод этого сказания который совершенно как бы дисличный но он не лишний с точки зрения нарратила про насилии про изгнание сэрмаде неизвест 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 а сколько было еще слов служанок и дружинников все-таки является целым миниарм в основе три брата и красивая девушка и король Шотландии считает ошибочно как выяснилось что это реализуется предсописанный Вольфридом Манмунским сюжет о призвании саксов и Ровы которая должна была стать его женой поэтому он невольно начинает вести себя так как вел себя боже я забыла именно человека которого этого нет но это появляется портигер он в нее влюбляется он хочет на ней жениться ну правильно потому что вот три брата они на службу вот красавица сестра и вдруг оказывается почему-то это все как бы не так и там никаких кровавых событий не происходит в Шотландии они уезжают на острова а потом уезжают в Ирландии и для истории Шотландии этого региона действие происходит как я понимаю в первом веке это это какой-то мелкий писем записано и мне все это напоминает спектакль который я видела в прошлом году с внучкой правда о золушке где сначала все как надо а потом оказывается что настоящая золушка это крестная есть а она вовсе не золушка и что отец принца и ты есть тот принц и она говорит ты сохранил туфельку да вот она всегда со мной на память надо было ходить мерить а вот и маяков и тут они мерят она уже пожилая женщина тем не менее все счастливы а что же золушка и золушка оказывается совершенно как бы вот тут лишний и тогда вспоминают что ее злая мачеха и должен реализоваться тогда сюжет 12 месяцев и ее отправляют за подснежниками но она совершенно как бы не умеет искать подснежники ей говорят нет я не хочу искать подснежники с кем-то разговаривать тут такая каменная плита а я буду спящая красавица там тоже ведь мачеха тоже она она ложится и засыпает приходит принц целует ее она оживает и все счастливы собственно говоря история и наше представление об истории наверное тоже есть своего рода волшебный способ это у меня вот убийство это леса белья одновременно и убийство когда король брен белья 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 в белья у белья белья Вы говорили о исторических фигурах, которые на деле лежат на головах, а вот Ива, это не может быть Ива в широкие объятия, которого в конце сага об Инглингах упоминает с Норис Томасом. А вот такой Ива в широкие объятия, который как раз первым начал осуществлять какие-то широкие завоевания. А как сага об Инглингах, вы понимаете, это время датчика, но по подсчетам некоторых исследователей, если верить Лебедеву, это может быть начало 9 лет. Вы знаете, что? Не знаю. Даже в случае просто, я честно скажу, что я о нем не знаю. Но примерно он должен быть в середине 9 века, когда вот с пермистром прошло. Это Игорь Бескостный, безусловно, который в 871 году умер. Кто? Игорь Бескостный. Бескостный, да. Кроме того, иранцы, они одни и те же ситрик, они торги, ситрик, они как-то не очень различали и бухли. В свое время я писала о том, что два сыновья, два брата, два брата тоже, и сыновья Харрида Прекрасного-Росова, приехали в Угландию. Вот они были описаны, но дело в том, что они примерно на 80 лет приехали в Угландию назад по времени. Это совершенно как бы не совпадало. Но это даже не помешало. В комментариях ты писаешь, что да, имеется в виду тот Фродик, который был сыном Харрида. Ну, Абубарь Бескостный может очень много известно. Известно, что он действительно как раз принимал участие в завоеваниях. Он купил... Нет, я не спою. Вот это же, конечно, казнь «Кровавый орел», такая страшная, которая неизвестна, была или нет. Вот как раз она связи с Иваром обычно описывается по отношению к королю Марту Бриэлле. Ну, и Святой Эдмунд, он тоже его убил, транзив многими стрелами и потом... Я хочу сказать, что, с одной стороны, контакты со Скандинавтом были действительно, как пишет Игорь Камбейский, но не так уж просто однозначно названы завоевания. Потому что элементы союзов военных, браков, все это было. И на микро-уровне некоторые ирландские короли могли вступать в союз со Скандинавтом. То есть, ну, это были, в общем, боевые наемники. Это могло быть не о таком обширном призвании, которое Игорь Камбейский описывает, и мы понимаем, почему. Нет, конечно, Римаш Лея Шалевич. Но о братьях, в общем, мы назвать имя, а был ли его брат, у него было два брата, скорее всего, и он был сыном раненархоженые штаны. Да, раненархоженые штаны. Совершенно это духовное било, бескостное... Мне кажется, что это не нужно это записать, но я не отручал с собой, да. И где можно посмотреть, как это было? Ну, у него очень много писали. В «Ванной Сососской хроники» можно посмотреть, и в издании, и в том, что написано об этом. Это очень такой вот, ну, персонаж. То есть, в этом случае Игорь выступает как главный брат? Да, Игорь выступает как главный брат, и даже по отношению к его приходу, последующие события часто соотносятся с его вот приходом. Это было тогда-когда, и это было после того, как... Вот, и вот, значит, вот... Хорошо, большое спасибо. И вот искусственное, вот, такое исследование. Да. А, простите, мы Наталью Витальдой договорились. Нет, у меня вторая вопрос. Я говорила, что вы, как раз, старались, с одной стороны, показать, что история превращается в мир, конечно, не в том. Но, с другой стороны, и мир как-то влияет на историю. Вот какая из этих мыслей для вас важна в вашем... На вере у меня? О, вере у меня. Спасибо. Да, пожалуйста, еще один вопрос. Мне, скорее, вопрос, ассоциация, не знаю, сколько она элевантная, но вот именно в моменте женихной на дочь предыдущего правителя мне вспомнилась история про Литриум, как Литриум праведок Кахер-мор никому не мешал, а потом туда пришел Констабиф, убил его и женился на его старшей дочери, и, собственно говоря, ее потомки, в том числе и потомки Кахера-мора. И так, в общем, семейство моря потеряло им мир. То есть, мне кажется, именно этот момент того, что напоминается, где он женился на его старшей дочери, это было не так. Я думаю, что была возложенная новая деятельность. Но мне интересно, что Кетинг понимал, что это зачем так будет, что это был династиансический враг, так вот, мол, ничего не вышло. Очень интересно. Вообще о легитимизации власти благодаря браку тоже, наверное, известно, много. Но самый такой поразительный пример, который совершенно подтверждает то, о чем говорил Батьяна Абревна, это женитьба Кнута Могучего на Эмми, вот, жене короля Этельреда. То есть, Этельред неразумный, действительно, явился жертвой вот этих вот скандинавских набегов. Один раз спасся, благодаря своей жене, как раз, Эмми в Нормандии, вот он вернулся, потом вот умер. И Кнут, сын Свейна, сначала Свейна, действительно, как-то вот упрощился от положения в Англии, а Кнут, его сын, Кнут Могучий, женился на этой Эмми Нормандской. И ничего, просто более гениального не мог сделать. Более того, что еще более поразительный. А ведь на ней женился не Рула, который просто живет? Нет-нет-нет, он женился, на ней женился Кнут, но поразительно не это, а поразительно то, что два сына, которые были у Эмми Нормандской, от Этельреда, Кнут как-то бы считал тоже отчасти своими. Но, когда у них родился общий сын Хардер Кнут, отправил этих двух мальчиков, один из которых стал потом Эдуардом исповедником, а другой был в этом несчастливом братом Альфредом, который пытался вернуть за банк, не очень практически погиб. И это когда Рула отправил в Нормандию? Нет, в Нормандию же пришел Хрольф, которого они назвали Рула. Или непонятно, это тот Хрольф, который участвовал в посаде Парижа, или это какой-то уже другой. И он же просил эту землю у короля Карла, и тот обещал ему эту землю в придачу в свою дочь и замернул. И совершенно непонятно, там неясно, женился он на ней или нет. Да, я об умирании, я говорю о событиях от начала XI века. А нет, это я об умирании. Я говорю о событиях начала X. Ну, как бы ни было, вот такая вот мифологизация исторических событий. И в всякий раз, когда мы говорили о том, что кажется мифом, у меня всплывали, ну, просто несколько исторических параллелей, которые говорили о том, что нет, какой же это миф. Ну, это действительно, вот как бы показали вот эту картиану. Ну, Медлыч подтверждает мою идею в параллеле с Римонтом, что анализировать пересвенческие предалилики с 7-го года в классе можно только остановиться, а до конца истинно, но ненавидно. Очень интересно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ